Здравствуйте дорогие друзья, началась новая неделя, неделя главы Ва-Игаш. В этой недельной главе Яков проходит навстречу Саву, посылает ангелов. Происходит очень много разных событий, борьба его с Богом, с Игангелом, мы тоже не знаем как это было. Мы об этом поговорим, но есть одна еще особенность этой недельной главы. Она говорит о двух составляющих любого успеха, любого дела. Первое, человек с одной стороны должен сделать все от него зависящее, для достижения успеха. Другое, понимать, что успех в любом деле зависит от Всевышнего и искренне всем сердцем уповать на него. Вот в этом сочетании успех любого дела. То, что Яков не только молился, но и готовился к войне, рассказывает нам, что он поступил именно в соответствии с требованиями Торы. Тора ясно и четко говорит, вот в книге дворим, ибо Господь благословит тебя во всех делах твоих. Значит, что Бог помогает тогда, когда ты сам что-то делаешь, стараешься, предпринимаешь что-то, чтобы себе помочь, а не сидишь и плачешь. Всевышний не обещает помощи тому, кто сам ничего не делает. И вот тогда сидеть у моря, ждать погоды, это не работает ни в одной религиозной системе. Ты делай, а Бог поможет, говорят наши мудрецы. Поэтому в повседневной жизни мы должны делать все возможное, что в наших силах. И чтобы все происходило наилучшим образом, мы должны думать, действовать, так сказать. Однако при этом нельзя забывать самое главное, что надо понимать, что Бог все равно все определяет. Надо понимать, что все наверху все равно решается. Если будет такая координация между надеждой на Бога и действиями человека, тогда с Божьей помощью все будет в порядке. Но надо помнить, что все сверху. И не просто помнить, а как бы понимать, что даже в наших простых действиях, когда нам кажется, что мы прибили гвоздь, выкопали яму, испихли пирог, и что я точно это сделал сам, это не так. Если бы он не помогал, не получилось бы, и вместо гвоздя по пальцу получил бы еще много всякого. Рассказываю короткую историю про Балшемтова. Однажды Балшемтов попросил, чтобы ему из Бессарабии привезли вина. Потому что именно он там определенный сорт вина, очень хотел, чтобы у него был. И поручил он это одному из самых достойных своих учеников, Рабид Давиду из Николаева. Тот вообще был воодушевлен такой потрясающей миссией. Оставался весь период, пока виноград, делали вино, собирали его. Наблюдал за каждой стадией изготовления этого вина. Смотрел, чтобы все было сверхкошерно. И это ни на минуту не отвлекаясь, и чтобы все было самое лучшее, бочки самые кошерные, все он сделал. Самое главное, он смотрел за кошерутом, чтобы поймить это вино на стол Балшемтову. И вот наступил день, когда бочка с вино погрузилась на телегу, огромная красивая бочка. И он поехал к своему Раву Меджибош. Он был, ну представьте себе, подъем этого человека. Сейчас он с Божьей помощью сделал, он еще следит с осторожностью, как довести, чтобы все было хорошо. Наконец преодолел все трудности пути, доставил вино до Меджибоша, пересекает, подъезжает. И тут дорогу перегладили солдаты. Они разыскивали водку без, ну незаконную. Он говорит, да у меня вино, какая водка? С ним никто не разговаривает. Выбили пробку еще, засунул туда руку, повычернул. Говорит, да, не врет точно вино. И уехали. Все. Но после этого, по еврейскому закону, вино стало не кошерным. Раб Давид был, ну сказать, что расстроен, значит ничего не сказать. Такие страдания, такие труды пропали даром. Он в слезах пришел к Балшемтову и говорит, учитель, за что мне такое наказание? Я так старался, но лучшим образом. Так все делал, все, ну вообще, лучше всех. Ответил ему Балшемтов. Это наказание ты заслужил тем, что считал себя единственным стражем вина. Ты должен понимать, что не в человеческих силах стереть что-нибудь и многое выше человеческих возможностей. Ты вкладываешь всю душу в охрану, вина, как будто вот ты один. А помолиться Богу и поговорить с Ним в этот момент ты забыл. Разумеется, надо было беречь это вино. Надо было, все правильно. Но надо было из глубины сердца попросить его, если ты действительно считаешь, что это тебе так важно, помоги мне это охранить. Потому что сказано нам не просто так. Если Господь не стережет город, напрасно усердствует страж. О чем это говорится? Мы можем напрягаться как угодно. Если он не охраняет нас, если он не охраняет то, что мы делаем, бесполезно. Но делать все равно надо. Вот это такое вот замечательное сочетание, которое мы должны понять с начала этой недельной главы. Сочетание наших усилий и понимание, что все от Бога и определяют успех. И вот как бы ту жизненную позицию, в которой мы находимся. То есть куда мы движемся? Вверх или вниз? Был такой раввин Джонатан Сакс, главный раввин Великобритании. Он сказал, что будучи молодым студентом института факультета философии, он путешествовал. И вот однажды он приехал к Любавичскому Рэбе. На что Рэбе его спросил, а что вы делаете для еврейских студентов в Кембридже? Тот сказал так, вы понимаете, Рэбе, в условиях, в которых я нахожусь, Рэбе прервал его и сказал, никто не находится в условиях. Мы сами себе создаем условия. Вот так. Брахава от Слаха, всего самого-самого лучшего.